К нашему эфиру присоединяется Евгений Саваевец и спикер Кнессета, депутат партии «Наш дом. Израиль». Евгений, приветствуем вас в эфире «Фридом». Добрый вечер, приветствую, друзья. Скажите, заявление Израиля в данном случае о том, что есть намерение ответить на воздушные атаки, на данном этапе направлено больше на партнеров Израиля или все-таки на своего противника? Потому что мы помним, не так давно все-таки были определенные призывы к какому-то примирению, к какому-то времени, скажем так, без взаимных атак. Вот на сегодня что вы думаете об этом? Давайте начнем с того, что в Иране сегодня прекрасно понимают, что мы ответим. В Иране сегодня понимают, что они очень уязвимы, так как у Ирана нет такой защиты противоракетной, противовоздушной обороны. В Иране сегодня им остается только играть в эту игру и пытаться объяснить о том, что они закончили этот виток, когда они нанесли удар по нам из 180 баллистических ракет. Поэтому все заявления Ирана сегодня – это все полная ерунда, не нужно покупаться на эти заявления. Я очень надеюсь, я как представитель оппозиции представляю партию «Наш Дом Израиле» и лидер моей партии Виктор Либерман, бывший министр обороны, сказал, что не просто нужно наносить удар, нужно сделать все для того, чтобы режим АТО в Иране пал. Как это было в свое время с Советским Союзом? Давайте вспомним, что Советский Союз на Западе имел очень четкое название – империя зла. Мы все родились в этой стране, да, мы помним советское детство, но для Запада Советский Союз был империей зла. Сегодня империя зла является Иран. Причем Иран по многим показателям сегодня не только угрожает Ближнему Востоку, Израилю, он угрожает всему миру. Он угрожает вам, Украине, он угрожает стабильности в Европе, он посылает и поддерживает террористические организации по всему миру, он поддерживает Хизбалу. Я вот на прошлой неделе был в Аргентине, в Аргентине мы были на месте двух тяжелых терактов возле посольства Израиля и возле еврейского центра, это было в 92-м и 94-м году. Кстати, до сих пор Хизбалла гордится этими терактами при содействии Ирана, там погибло более 115 человек. Я могу напомнить теракт в болгарском Бургасе, когда погибли семеро граждан Израиля, которые приехали в Болгарию отдыхать. И я могу сказать, что сегодня повышенная готовность в израильских консульствах и дипломатических представительствах как раз из-за опасений Хизбаллы и Ирана ответить против израильских объектов. Я даже уже не вспоминаю, когда наши враги атаковали наших послов и так далее. Поэтому сегодня Иран это зло. Теперь весь вопрос, что делать? Ударить по нефтегазовой отрасли? Это одна история, я сейчас не буду вдаваться в какие-то оперативные детали. Есть ядерная программа Ирана, которую, естественно, мы пытаемся предотвратить. Вы наверняка слышали заявления бывших политиков, бывшие политики на то и бывшие, что они могут позволить себе говорить больше вещей, чем действующие политики. Ну вот, например, бывший премьер-министр Анфтали Беннет заявил о том, что это время для удара по ядерной программе Тегерана. Я не буду его комментировать, я просто напоминаю вашим телезрителям, что есть и такие заявления в Израиле. Но, безусловно, наша цель, и это я тут говорю как представитель партии НДИ, что по итогам этого удара в Иране не только не захотят наносить дальнейший удар по Израилю, но и в Иране поймут, что есть прямая угроза режиму АТОЛ, который поддерживает террористические организации против государства Израиля, который не скрывает свое желание уничтожить Израиль. Это видно на протяжении последних 20-30 лет. Вот, собственно, это дилемма, которая сейчас стоит перед нами. Я надеюсь, что эту дилемму мы как можно скорее разрешим. Мы тоже будем говорить о ядерной программе Ирана, но сейчас вспомню слова верховного лидера АТОЛа Али Хаминея. Он назвал законным и легитимным удар террористический абсолютно по своей сути Ирана по государству Израиль и говорил о том, что этот удар был наименьшим из наказаний. Вот как вот в Израиле рассматривают вот эту вариативность, собственно, этих наказаний, в кавычках, со стороны террористического режима АТОЛ? Ну, давайте скажем, что на протяжении долгих лет, когда Иран еще начал свою ядерную программу, это где-то в конце 90-х, в Израиле очень серьезно начали к этому относиться. У нас и в армии, и в спецслужбах есть специальные отделы, иранские отделы, которые, собственно, занимаются годами, занимаются тем, что собирают сведения о действиях как раз режима АТОЛ в достижении, в попытке их достигнуть ядерного оружия. Поэтому эти отделы предоставляют нужную информацию, и опять же, со ссылкой на разного рода иностранные СМИ, вы тоже слышали на протяжении там последних двух, даже трех десятков лет, что что-то периодически взрывалось и происходило в Иране, и не обязательно туда летели самолеты, начнем с этого. Поэтому ядерная программа – это, безусловно, стратегическая угроза Израилю. Это, я бы сказал, даже экзистенциальная угроза существованию Израилю, поэтому Израиль на протяжении долгих лет делает все, чтобы Иран не получил ядерное оружие. Как Иран прикрывался, как он создавал эту сеть вокруг Израиля? Прежде всего, конечно же, он вкладывал большие деньги, десятки, если не сотни миллиардов долларов в Хизбаллу. Хизбалла – это главный сателлит и такая прокси-сила, которая находится в Южном Ливане, и по замыслу Ирана это именно та группировка, которая должна была дать ему этот зонтик. На случай, если Иран в какой-то момент объявляет всеу мира о том, что у него есть ядерная бомба, как это, собственно, сделала Северная Корея, и миру теперь приходится считаться с ядерной бомбой у тоталитарного режима в Северной Корее, это планировал сделать Иран. И вот на этот случай, что если вдруг Израиль начнет атаку, то Иран, естественно, тут же отдал бы приказ Хизбалле, так как Хизбалла находится в непосредственной близости от наших границах. Ракеты, которые есть в распоряжении Хизбаллы, это до начала последнего витка, до последних трех недель, это было более ста тысяч. И, конечно же, Иран угрожал нам, что, мол, мы там далеко, вы от нас далеко, но у нас есть Хизбалла на ваших границах. То, что произошло последние три недели, стало огромной неожиданностью для Ирана. Здесь в Израиле полный консенсус от оппозиции до коалиции, от правых, левых в отношении Хизбаллы, в отношении Ирана. Во-первых, мы уничтожили, ликвидировали Хасана Насралу, который лидер шиитской группировки Хизбалла, который 32 года строил, собственно, эту группировку. Во-вторых, сегодня еще одна бомбардировка в районе Дахи. Дахи – это квартал, где проживает руководство Хизбаллы. И плюс на протяжении трех недель наша армия выполняет не только удары, наносит удары по стратегическим объектам, где находились вот эти точные ракеты, причем высокоточные ракеты иранского, некоторые даже там производства разные противотанковые ракеты, противокорабельные ракеты, часть, кстати, российского производства. И сегодня Хизбалла – это не та Хизбалла, которая была три недели назад. И Иран это тоже понимает. То есть сегодня фактически открыть такой мощный фронт против Израиля на наших северных границах у Хизбаллы не получится. Не получится и потому, что за три недели был нанесен серьезный удар и по боевикам Хизбаллы, и по руководству организации, и по ведущим командирам. Вспомните историю с взрывающимися бипперами, вспомните историю с взрывающимися разного рода сотовыми приборами связи. Все это нанесли, царь нанес удар по Хизбалле. Конечно же, в Иране это понимают. Поэтому в Иране сегодня максимум, что остается, это угрожать вот таким вот ударом по сионистскому образованию и так далее. Но реальных рычагов у них давления сегодня нет. При том, что мы прекрасно понимаем, что система, которая обеспечивает охрану стратегических объектов в Иране, это не та система, которая есть у нас. И поэтому я очень надеюсь, что израильское руководство, и мы, еще раз говорю, в оппозиции, целиком поддерживаем действия против Хизбалла и Ирана, примет стратегическое решение, которое избавит Израиль, государство Израиль, еврейский народ от вот такой угрозы на десятилетие, которое сегодня является Иран. Потому что сегодня это money time. Сегодня это тот момент, когда либо мы перекраиваем весь Ближний Восток и понимаем, что мы устранили не только Хамас в Газии, хотя он там до сих пор есть частично, в Хизбаллу, в Ливане, но и режим Айатолл в Тегеране. Если этого не произойдет, то мы просто откладываем этот конфликт, и война на Ближнем Востоке будет неизбежна. Она будет не сейчас, она будет через год, через два, через три, потому что Иран, еще раз говорю, режим Айатолл. Я всегда разделяю иранский народ, у которого великая история, иранский народ в хороших отношениях был с Израилем до 79-го года, и режим Айатолл, который все эти 44-45 лет с момента прихода, с момента революции в Тегеране, видит в США большую сатану, в Израиле маленькую сатану и действует для того, чтобы начать с уничтожения малой сатаны, а потом, если дойдут руки, угрожать и большой сатане. По их мнению, это США и Израиль. Поэтому вот, собственно, это та граница, тот рубикон, к которому сегодня не только мы подошли, как Израиль, но и весь Ближний Восток. И я надеюсь, что мы сделаем это быстро и сделаем это эффективно. И в мире сегодня должны понимать, что Иран – это угроза не только для Израиля, это угроза для наших союзников в регионе, это угроза для американцев, угроза для саудитов, и, в конце концов, это серьезная угроза для Европы. Вы прекрасно видите, что происходит у вас в Украине при активном содействии Ирана, как Иран оказывает поддержку в войне против вас. И вот еще давайте детальнее все-таки обсудим этот момент. Уже к апрелю следующего года в распоряжении Ирана может появиться 10 ядерных боеголовок. Баллистические ракеты, которыми Тегеран атаковал Израиль 1 октября, могут быть адаптированы для размещения этого оружия. Об этом изданию The Times сообщил Оли Хайнелин, бывший заместитель директора Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. И при этом, по его словам, Израиль отслеживает шаги Ирана по созданию ядерной бомбы. Не исключен превентивный удар. В Белом доме атаку не поддержит, уверен эксперт. Скорее всего, Иран будет использовать ядерное оружие в качестве разменной монеты. Ну и, конечно, для угроз. В противном случае пойдет на огромный риск. Так вот, а есть ли понимание, потому что все-таки ядерная эскалация, ну, это самое уже такое сильное, что можно себе представить в любом конфликте. Так вот, есть ли сейчас понимание, инструменты, какие-то признаки, то ли Иран блефует, например, то ли Иран реально готовится к применению? Потому что этот момент, как я уже озвучила, будет тщательно отслеживаться со стороны Израиля. Я вам просто напомню историю. Июнь 1981 года Израиль нанес удар по иракскому ядерному реактору Асирак, недалеко от Багдада. Тогда он был малый, конечно, не такая программа, как в Иране. Но Израиль принял решение. Это очень взбесило американцев. Но американцы наш главный стратегический союзник, поэтому между союзниками тоже есть свой язык общения. И сентябрь 2007 года, когда Израиль нанес еще один удар, только уже по сирийскому ядерному центру, который также мог, если бы тогда не было удара, то не исключено, что сегодня, спустя 17 лет, может быть, у сирийского диктата Рассада была бы такая же программа, как она есть сегодня. Ну, может быть, и в таких масштабах, но, по крайней мере, он был бы ближе к ядерному оружию, чем сегодня, не имея ядерного центра. Поэтому прецеденты есть. Начнем с этого. И в мире прекрасно знают возможности Израиля. В мире прекрасно понимают ситуацию, при которой оказался Израиль. Как в свое время сказала Голда Мэйр, когда ее спросили, премьер-министр Израиля в 70-х годах, ее спросили, а в чем секрет, каков секрет Израиля, каково его главное секретное оружие. Она сказала, что нам просто некуда бежать. Поэтому, говоря о том, что если Израиль окажется в ситуации, при которой нужно принимать решение, то я очень надеюсь, что эти решения будут приняты. И в Иране это тоже прекрасно понимают. Особенно сегодня, когда, как я уже сказал, последние три недели Хизбалла не представляет собой ту Хизбаллу, которую Иран накачивал на протяжении 20 лет, ну, 18 лет с момента окончания Второй Ливанской войны в августе 2006 года. Понятно, что сегодня, накануне выборов США, американцы пытаются представить некую инициативу. И, кстати, мы об этом много слышим на протяжении последнего года. Я лично нахожусь в Комитете по внешним делам и обороне. Я, к сожалению, не могу вам рассказывать всех вещей, которые мы слышим на закрытых заседаниях. Но я могу только сказать и поделиться тем, что попытки Амоса Хокштина, который является посланником президента Байдена, в принципе, они известны всем сторонам. Они известны и Ливану, они известны и посредникам, таким как Франция, которая пытается взять под контроль ситуацию у Ливани. У нее давние исторические связи с Ливаном. Но весь вопрос, готовы ли сегодня правительство Ливана нести ответственность за ситуацию в стране. Ответ нет, потому что правительство Ливана слабое, оно не может гарантировать, как оно не могло гарантировать исполнение резолюции Совета Безопасности 17.01, то есть не позволять Хизбалле находиться южнее реки Литании, соответственно, угрожать нашим северным городам. И поэтому, конечно же, Хизбалла – это очень сильная влиятельная сила внутри Ливана. И, собственно, вы видите, что происходит сейчас в Ливане, потому что мы воюем не против Ливана, мы воюем против Хизбаллы. Мы не наносим удары по ливанской армии, мы не наносим удары по стратегическим объектам Ливана, мы наносим удары только там, где мы точно знаем, что есть оружие Хизбаллы, ее командиры, командные пункты, или, как сейчас происходит последнюю неделю на юге Ливана, где наша армия проводит наземную операцию, у нас там уже почти две дивизии, которые уничтожили только за последнюю неделю 250 боевиков Хизбаллы. Для примера, чтобы вы понимали, соотношение за год ударов 500 боевиков Хизбаллы было уничтожено, за год воздушных ударов, а за неделю наземной операции более 250 боевиков уничтожено нашими сухопутными силами. К сожалению, у нас тоже там есть потери. Вот мы потеряли 8 солдат подразделения ГОС, 2 солдата мы сейчас потеряли буквально позавчера в результате удара беспилотника со стороны Ирака. Мы тоже несем потери, и наши потери, конечно же, каждый солдат нам дорог. Но то, что происходит сейчас в Южном Ливане, идет зачистка деревень, которые Хизбалла готовила как плацдарм для нападения на наши северные города. И если бы не Хамас 7 октября прошлого года, то не исключено, что Хизбалла бы провела операцию, которая в разы бы превосходила ту операцию, которую совершил Хамас 7 октября прошлого года. Потому что боевики Хизбаллы гораздо опытнее, гораздо более вооружены, чем боевики Хамаса. А они это планировали сделать на севере, на наши северные города. То есть напасть количеством нескольких тысяч, может быть, больше 10 тысяч боевиков. Поэтому сегодня мы делаем параллельно и уничтожаем Хизбаллу, уничтожаем ее возможности в Южном Ливане. И, конечно же, смотрим в сторону Ирана, потому что, как я уже сказал, Иран – это главный дестабилизатор. И режим Айатолл – это тот режим, который поддерживает и Хусито в Йемене, и Хизбаллу, и пытается дестабилизировать ситуацию в Ордании. И я думаю, что сегодня в мире понимают, не только у нас, в Иерусалиме, но и в мире понимают, прежде всего в Вашингтоне, в Европе понимают, кто на самом деле представляет угрозу, и угрозу эту представляет режим в Тегеране, как я уже сказал. В той цитате, о которой я озвучивала, также было мнение Хейнана, что по поводу возможной реакции Соединенных Штатов Америки, а именно я напомню, он сказал, что сомневается, что США могут одобрить вот такие вот превентивные меры Израиля. Но вместе с тем, не хочу, конечно, здесь судить только по себе. Мне кажется, мир действительно психологически не готов, и едва ли можно быть к этому готовым, к применению ядерного вооружения в любом контексте. Так вот, а если уже настолько будет заострен конфликт, будет все-таки обращено внимание также и на мнение Соединенных Штатов Америки и других партнеров? Смотрите, Каролина, вы должны понять, что в Иране обстановка очень нестабильная. Большинство населения Ирана не поддерживает нынешний режим. Это мы видим не только по соцопросам, мы это видим в том числе по результатам голосования. То есть там провинция голосует за режим, как это происходит в авторитарных странах, когда приводят на избирательные участки и показывают, что режим пользуется поддержкой. Это не так. Во-первых, Иран – это страна, где очень много, это как клановая страна. Там есть много разных конфессий. И не факт, что при, например, резком ухудшении экономической ситуации в Иране, люди просто останутся дома. Мы знаем, помните демонстрации по поводу хиджабов, которые иранское руководство у нее ушло, у них ушло немало усилий, чтобы подавить эти волнения по всей стране, когда там казнили девушку, которая отказалась носить хиджаб и так далее. Это все очень хрупко в Иране, и в Иране прекрасно понимают. И с учетом большой инфляции реала местной валюты, и с учетом внутренних проблем. Вы даже можете посмотреть, иранская оппозиция сегодня, которая составляет более двух миллионов человек по всему миру, тоже все время поддерживает настроение против режима АТОЛ. Это очень напоминает ситуацию, при которой есть немало людей за пределами Ирана, которые знают слабые точки этого режима. Кстати, у нас в Кнессете где-то месяца восемь назад проходило мероприятие. Один из лидеров иранской оппозиции прилетел специально из Лондона в Иерусалим, принял участие в одном из организаций лобби, которое мы проводим в Кнессете. Лобби называется «Победа». И мы услышали от него много интересных вещей, которые, например, не услышали в американских СМИ или даже на Брежнем Востоке. То есть иранская оппозиция четко знает, какие слабые точки уранского режима. Поэтому если завтра, послезавтра, через неделю в Иране начнутся серьезные проблемы с экономикой, там резкая инфляция, нехватка, например, бензина или удары по экономической, энергетической системе страны, то народ там не будет сидеть сложа руки и ждать, пока ситуацию исправит режим. И это понимают в режиме, это понимают в руководстве режима. Они прекрасно понимают, поэтому они отсюда и делают такие заявления. Они пытаются, знаете, сплотить свое население против сионинского врага. Но если вы обратите внимание на демонстрациях, которые проходили во многих городах Ирана, одним из лозунгов было «хватит вкладывать деньги в палестинцев, хватит вкладывать деньги в изволок, вкладывайте деньги в собственный народ». Поэтому любой здравомышленный сегодня иранец должен себя спросить, а почему режим его страны, вместо того, чтобы помочь ему в медицине, в образовании, в конце концов, в строительстве, почему он вкладывает деньги в физбалу, которую разбомбили за три недели? Поэтому все эти вопросы есть там. И иранские люди, они довольно образованные. Поверьте, там молодежь, которая очень образована. Будет ли арабская весна в Тегеране, как это было в арабских странах Ближнего Востока? Я очень надеюсь, что да, но для этого нужно сделать первый шаг. И вот это должна быть цель. Как только этот режим падет, ситуация на Ближнем Востоке в корне изменится, причем не только для Израиля, но и для тех стран, которые опасаются Ирана. Саудовская Аравия, страны Персидского залива – это страны, которые больше боятся Ирана, даже чем Израиль, потому что они рядом с ним, они ближе к этой стране, чем мы. Поэтому я очень надеюсь, что то, что произойдет в ближайшее время, приведет действительно к изменению ситуации, стратегической ситуации на Ближнем Востоке. И, поверьте, на Западе тоже понимает эту картину. И, как сказал президент Байден буквально на днях, мы не указываем Израилю, мы только можем советовать Израилю. Я думаю, что нужно верить в то, что говорит американский президент Джо Байден. Евгений, в конце, в контексте решения Министерства иностранных дел, Государство Израиль, в целом Государство Израиля, в отношении Антонио Гутерриша, Генсека Организации Объединенных Наций, напомню, в Израиле теперь господин Гутерриш, персона нон-грата, интересно, что сегодня сообщили представители еще такой компании БРИКС, которая называется, что господин Гутерриш посетит и заседание этой организации, где есть страны, скажем так, угрожающие мировой системе безопасности. Можете объяснить позицию Израиля в контексте вот такого решения все-таки Гутерриш на непоследний человек, и ООН довольно, мягко говоря, крупная организация для всего мира? У нас не сложились отношения с ООН, задолго и что-то долго Гутерриш пришел в это кресло, но Гутерриш, к сожалению, ведет себя очень, я бы сказал так, на грани антисемитизма. Во-первых, я просто вам напомню, что Гутерриш долгое время вообще отказывался даже в ООН организовать заседание, которое посвящено насилию над женщинами. Мы знаем, 7 октября большое количество боевиков Хамаса, которые пришли на нашу территорию, не только убивали, но и насиловали наших женщин. Я могу сказать, что в израильской полиции есть более 700 случаев, где зафиксированы действия, которые касаются как раз изнасилований и действий сексуального характера против наших граждан, причем некоторых жертв потом убивали. Это очень болезненная тема. Мы знаем о том, что сексуальному насилию подвергались также женщины, которые были захвачены в плен и отпущены, кстати, в первой сделке в середине ноября. Генсек ООН прекрасно знал об этой ситуации. То есть Генсек ООН, организация, которая должна заботиться не только о мире, во всем мире, но и поднимать такие вопросы, как насилие над женщинами, долгое время вообще сопротивлялся и даже не хотел говорить об этом. То есть пытался как-то, знаете, ставить на одну чашу весов ситуацию в Газии, ситуацию среди наших жителей, которые пострадали 7 октября. Конечно же, это ненормальная ситуация, потому что нет ни одного случая насилия со стороны израильских солдат в отношении палестинского населения в Газии. Более того, мы делали все для того, чтобы избежать количества мирных жителей, включая поставки гуманитарных грузов, которые происходят до сегодняшнего дня. И наша армия ведет боевые действия в соответствии с миронодным законом. И тот факт, что многие в Израиле, кстати, мы тоже критикуем поставки гуманитарной помощи, именно потому что мы не знаем о судьбе заложников, но, тем не менее, именно Гутерреш пытался провести знак равенства между действиями боевиками Хамаса в отношении наших граждан и тем, что Израиль действует против Хамаса, против террористической организации, еще раз подчеркну, которая определена как террористическая в многих странах мира. Гутерреш ведет себя очень нехорошо. Гутерреш всячески показывал, ну, опять же, из-за большинства ООН, блока мусульманских стран, которые, естественно, его поддерживали. И с Гутеррешем у нас не сложились отношения. Поэтому такое решение... Я же не буду давать оценку нашему МИДу. Я знаю, что МИД пытался найти способы как-то все-таки достучаться, что называется, до разума Генсеку ООН. Этого не случилось, поэтому глава МИДа принял такое решение. Еще один момент, который очень важен, это... Да, Евгений, коротко, у нас меньше минуты. Буквально секунду, я только добавлю. Смотрите, УНРА, организация БАПОР, то есть агентство по беженцам, это агентство, которое имеет отношение к ООН. То есть у этого агентства МАДАТОН. Так вот, 12 человек этого агентства принимали участие непосредственно в атаках. И у нас есть данные, часть из них были уничтожены. Поэтому даже он не осудил действия сотрудников УНРА, которые формально относятся к ООН 7 октября против наших граждан, против наших солдат. Вот вам весь ответ, почему мы так против Гутерреша. Евгений, благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Евгений Сававец, спикер Хнесета, депутат партии «Наш дом. Израиль» был с нами на связи. Редактор субтитров А.Семкин